Чаевание? Да, слава Богу. Чаевание у нас. Чаевание? По расписанию. Мы по чаевали и мы хотим. Бачите. Нет, если надо встать, там по чаевать, там что там, пожалуйста. Так. То есть, христосантричность, да, значит, была в первые 300 лет. Во время гонений ереси не развивались, слава Богу. То есть, вот как бы, ну, что было, то было все-таки. Слава Богу, что вот первых 300 лет, на самом деле, вот касательно эквизиологии, понимание церкви как тело Христово было. И даже церковь противопоставлялась государству. Ну, это неизбежно, потому что государство, ну, было гонителями. Они как бы не жаловали. Ну, хотя, не все там были гонителями, конечно. Но, в целом, система была такая, антихристианская. Были некоторые, вот в первых 300 лет, если брать там, были некоторые правители, даже такие, ну, как считается там, даже благосклонны к христианству. Такие были правители. Даже были такие, как вот этот, Александр его звали, Север. Из рода Северов, Александр был такой, в третьем веке. Так он даже вообще его там называют, особенно католические историки, там я читал не раз, даже называют его вроде как бы даже тайным христианином, ну, короче, тайным обращенным. Значит, его мама, по-моему, она посещала собрание Римской церкви. То есть, он вообще, он читал апостола Павла, читал, потом одно из Евангелий, там не уточняется какое, но одно из Евангелий читал. И даже он, значит, это, какую-то там цитату из Писания там, себя во дворце приказал убить. Ну, он такой философ больше был, мыслитель, не полководец и такой мирный человек. Вот, но он недолго правил дворцовый переворот, и как бы и христиан опять стали гнать после него. Вот, а при нем, бля, Александре Севере, ну, его легко запомнить, он стал императором там, три двойки подряд. Двести двадцать второй год нашей эры. Вот, значит, и, значит, он дал амнистию христианам, там, отпустили из тюрем, там, тысячи, там, сколько там людей, там, узников совести. То есть, и, то есть, он такой был, очень благословный к христианству, вот. И даже в Риме он там позволил, вот, значит, построить даже церковь христианскую, ну, здание церковное, будем так говорить. Вот, и там было собрание, уже легально, но это недолго продолжалось, правда. Так что, ну, в основном, римские власти были гонителями церкви Божьей. Так, и еще, о, вот здесь очень интересная такая заметочка у меня. По истории, вот, христианства, вам рассказывали про такого апологета Тертулиан, квинт Тертулиан? Да. Бог отчеловечился, да? Или это не он сказал? Нет, ну, о Божьей. Да, и о Троице, он, он, многие термины богословские, он как-то так вот, как бы их придумал, что ли. Спасибо вам. Говорили. Да, мы говорили, да? Вот. Но, касательно экклезиологии, вот его изречение, Ecclesia Spiritus Sancti, церковь Духа Святого, и у него интересно очень такая вот, касательно вот этой экклезиологии, понимание церкви пневматиков и церкви психиков. Вот я себе записал. Интересно так. Для него церковь, ну, церковь пневматиков – это… Духовная. Да, церковь. Вот, значит, а есть церковь психиков, ну, церковь, значит… Душевная. Душевная. И вот он развивает такую теорию, такую интересную, вот, по его, значит, по поводу экклезиологии, вот, как раз один из, ну, или даже, наверное, даже первый, я думаю, что кто вообще задумался над учением о церкви, как о науке. Значит, что две ветви вот эти вот в христианстве он прослеживает, и, значит, и говорит, значит, что церковь пневматиков – это истинная церковь. Церковь духовная, духовных людей, да, вот истинная церковь, а душевная – это церковь такая неистинная, ложная, которая не имеет будущего. Вот, и, значит, там, так что запомните, Тертулиан, он и касательно экклезиологии тоже первопроходец, не только там в других науках, не только Адактильная Троица там, да, он первым, кстати, да, на самом деле. Многие термины такие высказал. Я не думаю, что он был автором всех этих терминах, но, наверное, многих из них. Записал постановление. Записал, да, и не только записал, я думаю, все-таки. Он использовал еще, знаете что, как вот апологеты другие, там тоже, ориген, допустим, там тот же самый. Брались вот эти вот языческие какие-то термины, какие в то время уже в других религиях существовали, да. Просто он, как бы, христианский это все подавал, как бы, охристинизировал, как бы. Вот так вот. Так что запомните о пневматиках и психиках, да, Тертулиан тоже, оказывается, вот так вот. Да, так, и, значит, суть конфликта, вот интересно тоже записал я у Тертулиана, значит, он говорит, что пневматики это, да, христиане, в его понимании это христиане, ревнующие о силе Духа Святого и жизни в сверхъестественном Боге. То есть он считал, что, да, вот в чем истинность, да, духовной церкви, ревнующие, ну, так и написано же в Библии, да, ревнующие о тарах духовных, о сверхъестественной жизни. А вот по поводу психиков он написал интересно такое, то есть это попытка уже была такая, как бы, структуризироваться церкви. Это, по его мнению, христиане, сводящие церковь к религиозной системе. Клерикализм, ну, как бы, это уже, может, потом уже названо клерикализмом, выражаемый там, где епископ, там и церковь. Но это выражение уже было на Востоке, по-моему, популярно. То есть было такое выражение, вот я помните, говорил, да, еще там первый или второй день, не помню, значит, что вот такое высказывание, где епископ, там и церковь, оно, как бы, и правильное выражение, но и неправильное. Вот, как бы, ну, вот. Но для вот Тертулиана это было знамением вот такого раскола в христианстве, как бы, на вот пониматиков и психиков. Кстати, а Тертулиан же, он же даже, это, насколько я помню, он вообще, ну, от такого традиционного, тогдашнего даже христианства, как бы, как бы, от антоксального, будем так сказать, отходил. Вот, ну, монтонизм, да, вот, значит, монтонизм того времени, вам рассказывали о монтонизме? Нет. А такое движение было, как бы, вот, наподобие харизматиков. Харизматиков. Вот, значит, монтонизм, движение еще там, вот тех времен, еще второе, третье столетие, там был такой из фиги некто монтон, который, там, значит, в общем-то, покаялся, жрецкий белый, по-моему, Матери Божией, там, вот, Царица Небесной, значит, языческой. И он стал христианином и очень таким харизматичным проповедником, вот, ревнующим на дарах духовных. И вот, как бы, он заявлял, что церковь, она вот, ну, короче, церковь – спасные психи, душевные, нам надо духовные. Надо, значит, вот, и, значит, и теркулян припнул, как бы, к этому течению. То есть, были такие тоже, вот, интересные движения. Я так понимаю, что вот из того немногого, что вот я, вот, как бы, там, вот, вижу в истории того времени, что и в то время христиане были разные, церкви понимания были разные, доктрины тоже какие-то, но в условиях гонения, наверное, это просто, ну, не так это было заметно, наверное. Наверное, это особенно не выходило, наверное, как говорится, из СБ. Так. Суть конфликта, понятно, да, насчет, что пневматики – это ревнующая тарах Духа Святого. Мне это нравится, я пневматик, я за них. Всегда в естественном Боге жизнь, да, это классно. Вот, а просто пневмарикализм, ну, это, это как-то это, да, это для психов, как говорится, психиков. Значит, по поводу четвертого столетия. Начало эклезиологической ереси в церкви. Вспомним, да, кто положил основание в четвертом столетии. Начало эклезиологической ереси в церкви. Император и его мама. Да, Константин и Елена, да. Вот они положили. Каким образом, вот. Ой. Один из последователей Константина, он выразил эту идею, знаете, какими словами, кстати? И Авиан его звали. Он сказал так, что то, что мне угодно, это и есть канон церкви. Вот так вот. То есть, ну, ни много, ни мало вот именно вот такое выражение. Это, кстати, выражение потом повторяли очень многие эти вот императоры всякие, там, византийские базилевцы. На собрании епископов этот Авиан, он, значит, как вот полководец и как вот тогда исполняющий обязанности императора, сказал, что то, что мне угодно, это и есть канон церкви. И понимаете, значит, и тем более, что люди были явно невозрожденные. Да даже если возрожденный человек, он такой, ведь такие вещи заявляет. Представьте, даже если там, значит, там, ну, пастор в мега церкви будет говорить, что это, допустим, что то, что мне угодно, это и есть канон церкви. Да, проблема, серьезно, это, ну, как православие прелесть называется там, или как бы привлеченный опытом каким-то там, привлеченный чем-то, обольщенный, ересь уже, это уже. Ой, да, я встречал подобное, к сожалению, вот, да. Ну, собственно, говорил, слушайте их, но по делам их не постарайтесь. Да, но не совсем так, ха. Вот тех фарисеев, да, согласен, да, слушать надо было, но не делать по их делам. Вот, но, вот, подобных учителей даже слушать не надо. Вот, даже слушать. Потому что, значит, фарисеев хотя бы они учили-то правильно. То есть, Иисус их упрекал в лицемерии. В лицемерии. То есть, Он не говорил, что у них учение неправильное. Он обличал их именно в том, что они учат, сами не делают. Вот, и еще плюс еще к тому, что, значит, акцентируют, акценты неправильно расставлены. На второстепенном, первостепенные не уделяют внимания. Вот, и от которых, ну, выпадает просто-напросто, получается. Вот. Да, цезарь-папизм, что это такое? Вспоминаем, тоже как раз по поводу, как раз, экклезиологии. Это сыграло роковую роль вообще в истории. Это, ну, вообще, цезарь-папизм из двух слов состоящих, да, цезарь и папос. Папос, цезарь, ну, это властитель, да, значит, император, там, царь, царь-бог. Вот, папос, это, значит, духовная власть. Получается, светская власть и духовная власть. Вот, как бы, вот, цезарь и папизм. Вот. Ну, и то, и другое, оно, как бы, ну, это, все, что в эти крайности попадает, оно, это все, как бы, ну, уже ерес или близко к ереси. Цезарь-папизм, что такое? Это система, вспоминаем тоже, да, взаимоотношений церкви и государства. Система взаимоотношений церкви и государства, когда церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Уже не Иисус, а Мамона, Господь в этой системе. Хотя на словах, может быть, конечно, и в любом христианстве, там, Иисус Господь, но на практике, вот, Мамона там уже правит уже. Это цезарь-папизм называется система. Вот, и, к примеру, ну, в православии на очень вульдарной форме существует эта система. Вот, она в плоти кровь, вот, восточного православия, к сожалению, вот. В католицизме так, постольку-поскольку, в протестантизме, слава Богу, в очень малой степени, хотя в некоторых странах очень серьезная проблема. Допустим, вот в Европе, я был, значит, вот в этом, в Германии, допустим, там есть фраевангелиш, эгеманди, вот эти вот свободные такие, евангелические церкви. А есть вот такие, которые, вот эти вот, как, церкви земли, как называются они? Церкви земли, церковь земли, или земельная церковь, забыл, как по-немецки звучит. Ну, короче, вот там же есть земли, да, и в каждой земли, ну, как области, и в каждой области есть своя земельная церковь, как бы, то есть подчиняющаяся бургомастеру, подчиняющаяся, значит, управлению этой земли. И священники там, они, как вот госслужащие, да, вот они на зарплате, значит, там очень, у них обеспечение там все материальное хорошее, но люди, как правило, невозрожденные, вот, из того, что я, как бы, наблюдал и узнал. Ну, значит, и плюс еще, они делают все то, что верят им от власти. Допустим, там, венчание, там, допустим, примеру, там, значит, там, держит дом социалиста, там, допустим, чего-то еще. Вот, там священник, даже если он, например, и верующий человек, но если он, значит, в этой системе, он обязан, значит, ну, будем так говорить, все исполнять, что ему говорят сверху начальники, то есть церковь под государством. Это, кстати, церковь земель, подчиненное управление земель германских, это еще Гитлера, детища-то, вот, как бы, значит, и Третьего Рейха. Третьего Рейха давно уже нет, а вот сама вот эта вот система безбожная, она сохраняется до сих пор, вот, значит, и это касается не всех протестантов, это касается, ну, некоторой части протестантской церкви. При Гитлере в 30-е годы еще в Германии, там, сколько, две трети всех протестантских пастырей присягли, приняли присягу фюреру, как именно лидеру нации, вот, и приняли, соответственно, национал-социализм, как христианскую, якобы, идеологию, соглашаясь делить по законам Рейха, соглашаясь делить свою паству на христиан-арийцев и христиан-неарийцев. Даже причастие проводилось различно, нельзя было по законам Рейха, значит, пастырям протестантским, литеранским, евангелическим, там, другим, совершать причастие вместе арийцев и неарийцев. То есть, значит, социальный дарминизм, он вошел как закон уже, государственный закон, значит, и, в общем-то, но треть пастырей, треть пастырей Германии протестантских, они отказались, значит, вот, от этого, их называли церковью исповедников, там, церковью мучеников, там тысячи пастырей были репрессированы, многие погибли в констагерях, значит, вот, когда вот историю 20-го столетия рассматриваем, там много очень героев веры было, вот, Дитрих Бенхофер, Мартин Немюрлер, это все, вот, как раз, лидеры вот такого сопротивления, которое, идеологического сопротивления по этому Рейху, то есть, они без оружия, но они вот именно с Христом, именно, на основании Писания, вот, разоблачали, вот, эти безбожные законы, значит, и разоблачали идеологию национального социализма, заявляя, что нет никакого не арийства Библии, не второго сорта человеков, нету, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий, но, к сожалению, вот, вот эти две трети, отпадших, вот, как бы, фашистскую идеологию, тут, значит, протестантские пастыри, там, значит, был такой, как его там звали, Людрик Мюллер, был такой, значит, епископ, евангелический, лютеранский, он возглавил эту систему, структуру, и он заявлял, что, вот, есть в Библии много и вот таких ошибочных учений, вот, которые, вот, записаны были, вот, что, туда-сюда, то есть, одним словом, нашлись такие, а католические церкви Германии вообще в полном составе приняли эту идеологию, пристегли фюреру и приняли социальный терминизм, все эти учения безбожные, антисемитские учения приняли как идеологию, кроме одного, представьте, если, значит, среди протестантов нашлись там тысячи пастырей, которые, ну, против этого учения открыто выступили, то, не одна тысяча, то, значит, из католических священнослужителей, которых было больше намного, чем протестантов, значит, но лишь один, на всю Германию лишь один священник выступил против этой системы, это был этот Бернхарт Ликтенберг, настоятель Хедверскирхи в Берлине, вот, значит, очень интересный человек, его, конечно, там и преследовали, и потом по-хорошему хотели, вначале его там, потом его гестапо арестовало, его там полгода его ломали, вот, но, слава Богу, человек не сломался, вот, его судили показанным судом, значит, церковь от него открестилась, как от еретика Раскольника, а, кстати, а уже в наше время его канонизировали, как святого мученика, ну, как всегда, гробницы пророком церковь любят строить, значит, которых побивает камнями, вот, но, но, значит, да, его судили, его, значит, признали виновным, что он отказался, единственное священник Германии, католический, который отказался делить паству на арийцев, не арийцев, вот, заявляя, что от одной крови Бог произвел несурок человеческий, значит, там и другие эти вещи, которые протестанты, другие говорили, вот, лидеры сопротивления, он тоже это самое говорил, вот, и его осудили в концлагере в Дахаву, ну, он по дороге скончался, вот, значит, даже не доехал до концлагеря, он был уже так ослаблен был, значит, в этих допросах там и прочее, вот, ну, он был уже и больной человек уже, ну, короче, его там и ломали полгода, вот, больше полгода в гестапо, вот, значит, но осудили в Дахаву и вот скончался он, значит, я был в этом музее, значит, это вот центр Берлина, вот, как раз его храм был там, на той площади, вот, с видом на ту площадь, где, вот, мы видели все эти, да, кадры, хроники 30-х годов, куда там националисты, эти нацисты, они сжигали литературу, значит, авторов, которая, ну, неарийского там происхождения, вот на этой площади, вот, прямо с видом на этой площади этот храм в центре Берлина, то есть вот чем еще было как-то, он в Берлине, в центре Берлина служит, прямо, значит, там вот, и он причащал всех и арийцев, неарийцев, значит, и молился загонимых евреев, открыто, то есть прям в храме у них шла молитва загонимых евреев и христиан-неарийцев, Да, вот такая история. Церковь земельная до сих пор, я считаю, отголосок Третьего Рейха в земле Германии до сих пор существует такое, к сожалению. То есть часть протестантских церквей Германии ярко выражена Цезарем Папийской ереси, держащейся, ярко выражена. Но это как вот наша традиционная православная церковь, находящаяся полностью под государством. Хотя патриарх Кирилл недавно выступил, московский, мне прислали публикацию, я почитал, ну ересь вообще. Он там заявляет, что якобы он как патриарх, он сейчас полностью независимый, и русская церковь православная является политически самой сейчас независимой церковью вообще на постсоветском пространстве. Ну вообще на ересь. Там откровенная ложь, откровенная ложь. Потому что человек, он сам чекист, КГБшник, вот значит, и со стажем многолетним, и в общем-то. Вот, то есть это как бы, как многие новости, знаете, как в Советском Союзе новости читали, да? Вот сейчас приходится так же читать. Вот, значит, там, если там сообщалось, что там небывалый урожай, там, гречки, значит, собрали там с полей, ну все уже людям умные понимали, что скоро гречка, значит, пропадет с прилавком. И точно. Потом неслыханный урожай, там, что-то еще, значит, это пропадет, значит, точно, все пропадало. Значит, знаете, какого-то специально говорили от обратного. Мы там, значит, там сделали то-то и то-то, значит, ну, скорее всего, все наоборот как раз. Вот, многие новости, такие советские, надо было так фильтровать. Сейчас пришли к такому же, получается, к такой же ереси. Да, значит, так, и Цезарь и Папизм, когда уже Мамона Господь, а не Иисус в этой системе. В каком веке, кто помнит, значит, у меня есть тоже ошибка, кстати, неправильно записано сегодня. Значит, в каком веке и кто из императоров, помните, император и императрица, которые, вот, тоже я о них рассказывал. При Константине? Нет, 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 это началось, Цезарь Папизм начался при Константине и Елене. Там Феодора, это не было. Да, Феодора и Юстиниан. Да, 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 это было шестое столетие, в шестом веке, да, в шестом веке. Вот, Цезарь Папизм был именно как эпилезиологическая ересь узаконена. То есть, да, было заявлено, что, да, император, глава церкви, что, ну, понимаете ли, это для христианства, это в шестом веке, это был просто как удар такой был, да, мощный по церкви, идеологический. Но, а вообще, в языческих религиях это было популярно. Вот, при римских императорах, вот, еще с Кесарь Августа, императоры римские, они были и не только лидерами своих стран, да, своей страны, да, империи, но они были и религиозными, там, как именно, жрецами, допустим, там, да. Вот, то есть, и светская власть, и религиозная власть обычно была в одних руках, ну, чтобы не было, там, двоевластия, там, не было раскола какого-то, может быть. Вот, вот тот же самый Константин, да, значит, Константин император, который в четвертом веке там, и есть такая, ну, как бы, дезинформация, может, вы слышали это уже, что якобы он принял христианство, вот, Константин император великий. Вот, на самом деле он не принимал христианство, если исторически, если в учебниках пишет, не принимал, даже «Пересмерть» не принимал, на самом деле. Я перепроверял из источника, именно, не просто, там, значит, там, из учебников, популярной литературы, а именно из реально научной литературы, серьезных авторов с мировыми именами, он так и не принял, на самом деле, христианство. Он использовал христианство как идеологию, согласен, но Юстиниан и Феодора, цезарепопизм как эклезологическая ересь была узаконена. Так, и еще. Об апостольской правоприемственности вчера я рассказывал, помните, да? Вот одно из самых таких серьезных эклезологических заблуждений, исковергивавших само понимание Церкви, того, что есть Церковь Божья. Помните, название такое? Об апостольской правоприемственности. И почему, вот вспоминаем, почему мы, как евангельские мыслящие, библейские верующие христиане, независимо от нашей Церкви, мы не можем признать это христианским учением, а признаем это, я лично признаю это антихристовым учением, духом антихриста, одно из проявлений духа антихриста вообще в Церкви. Вот, почему? Да, первое. Ну, я обычно там, когда хрисую, три слова. Библия, история и жизнь. Да. Вот и расшифровочка такой, да, Библия, потому что это, в Писании этого нет, однозначно. Вот, в Библии есть учение о рукоположениях, но совершенно это не из той оперы. Вот, значит, потом противоречит историческим фактам, хотя обычно, вот, те, кто сторонники этого лжеучения, как раз именно на историю налегают, как раз именно. Но, вырывая из контекста у ранних отцов в Церкви, их цитаты, допустим, о том, кто их рукополагал и кто был епископом до них в этом городе, допустим, в этой Церкви. Но, отцы там, даже самой Ирине, Ирине Леонский, французский этот, епископ известный, который, ну, первым, как считается, об этом так вот четко заявил. Я специально Ирине стал перечитывать, ему неужели в то время, еще до Константиновой эпохи, и вот он мог такую ересь провозглашать? Нет. То есть, цитаты, которыми пестрят учебники семинарские, ну, традиционные православные, оказались просто вырванными из контекста, потому что сам Ирине, он ни в коем разе даже не связывает благодатность там или неблагодатность вот с этой непрерывной, якобы, цепочкой рукопозложений. То есть, это учение ложное. То есть, до VI столетия, можем отметить так, до VI столетия это учение вообще, оно, ну, его и не было вообще как такового. То есть, первых пять столетий, получается, христианство развивало, жило первых триста лет гонений, потом 200 лет уже свободной церкви, легальной уже церкви, развивалась без этого учения и нормально развивалась. Такой вопрос. Так как, получается, люди собирались, выбирали себе, и каким образом, к примеру, может появиться новая ветка? Новая ветка, в смысле, чего? Новая ветка служителей, ну, грубо говоря, если это неприемственность. Дочерняя. Как появился, грубо говоря, новый служитель там? Ну, допустим, как деяние, вот, изволивалась Духу Святому, да, отделите мне там, вот, благоставите их, рукоположите, отправьте их там на миссию, допустим, какую-то. Вот, по такому же принципу, вот мы молимся, допустим, к примеру, одного из священников наших, он рукополагали, мы, значит, как вот, я был в поездке, был далеко от Украины, значит, молился, вот, и у меня четко понимание, да, он будет священнослужителем нашим, значит, очередным. Вот, значит, и я сообщил братьям, они, у нас то же самое на сердце, просто у меня было-то очень явно было, просто, вот так вот, как бы я это высказал, вот, значит, и приехали, и рукоположили. Вот, три года назад у нас была конференция, собор был, Петропавловский собор. Кульминацией было рукоположение двух новых епископов наших, вот, и то, и другое рукоположение, хератонии эти вот, епископские, были тоже по откровению свыше. То есть, это не было просто вот, так сказать. Правильно, это была преемственность, вы рукополагали на людей, а вот, если брать, что преемственность не действительна, то как, человек сам себя, не можешь рукоположить, потому что, ну, кто-то из служителей, кто-то из служителей, община сама. Вот, допустим, вот здесь, вот, в Киеве, в соборе, в этом, в Сапийском соборе, 20 какой-то год, там, не помню, 21, что ли, год был. Время такой, как раз, этой войны, значит, и здесь, в Киеве, как они рукополагали, никого из епископов не было вообще. Они взяли и присутствовали писатели украинские, деятели культуры, значит, там, значит, там, были некоторые священнослужители, правда, вот, значит, но меньшинство. В основном были обычные советские люди, обычные православные, вот, значит, и каким образом было решено, вот, автокефалью украинскую возродить? Просто все, кто были в соборе, значит, масса народа, все возложили руки на этого Василия, значит, и провозносили его епископом, значит, значит, как было в древности, то же самое, народ избирал и кричали Аксиос, или Анаксиос, значит, недостоин, Аксиос, значит, достоин. Все, если народ провозглашал Аксиос, то возлагали руки, молились, и мы, кстати, сделали 15-м году нечто подобное, тоже, говорю, не только мы служители, давайте все вместе участвуем в этом служении так же, как священники, божьи, да, и все, мы молились, и мужчины, и женщины, все, все, кто присутствовали, мы молились за этих братьев, как за епископов, и все участвовали в этой хератонии, в этом рукоположении, да. Ну и сама жизнь показывает, точки над и расставляет, самое последнее, это собирать ли с терновника виноград, да, Иисус говорил, или с репейника с маквыния, сама жизнь показывает, на самом деле, что вот отношения... А, почему я вообще засомневался, значит, в этом учении в свое время, значит, ведь я же верил в это, что послужил толчком, знаете, вот, толчком послужил то, что вот я, ну, не мог никак смириться вот с тем, что Дух Святой, он как некая энергетика, он же личность, знаете, вот, он дышит где хочет, как можно его, ну, загнать в лампу, как вот, как джина, допустим, как Хаттабыча, там уже саму бутылку, допустим, посадить. Вот, понимаете ли, вопросы задавали, ну, не я задавал вопросы, а я слышал лишь эти вопросы, но меня впечатлило это. Значит, еще в семинарии, там вопросы были такие, что нам говорилось так, что независимо от личных качеств, моральности, аморальности, веры, неверия, рукополагающего и рукополагаемого, Дух Святой передается, как эстафета дальше. Значит, и там вопрос задали по поводу, ну, а если, допустим, он совершенно аморальный человек? А там у нас один был епископ, он приезжал к нам, значит, у него была кличка, ну, среди семинаристов его там дразнили, как архиепископ Содомский-Гоморский. Вот, значит, ну, он такой вот, да, он никого не рукополагал, перед тем не переспав с ним. Значит, то есть, у него все священники, его епархии, этой области, вот, были, ну, будем так говорить, гомосоциалисты, будем так говорить. Хотя большинство дней были женаты, имели детей, но, как бы, вот, хотя бы раз, но даже нужно было переспать с этим епископом, значит, чтобы рукоположиться, чтобы получить, а если становишься его любовником, то тогда уже, ну, это 80-е годы еще, как бы, там было немного таких епископов, сейчас совсем их уже много уже стало. Да, значит, тогда хотя бы какие-то были рамки, какие-то, хотя бы, ну, принципы какие-то. А сейчас при Кирилле вообще это по воде бросили. Вот, значит, и он как раз всех таких вот странных товарищей он к себе приблизил, как раз Кирилл, на них стал строить вот новую систему, по сути, вот, это ужасно, конечно, но Господь добразумит его и же с ним. Значит, и вот, ну, в Союзе таких было несколько епископов, ну, по камере, знаете, как Поповское радио сообщало, по камере, я там со свечки не стоял, как говорится, как бы, да, но не видел такого, но вообще в то время была даже статья за это, уголовного кодекса. Вот, значит, но, значит, я с этим вот, как бы так вот, сами семеновисты рассказывали. Вот, и, значит, я плюс еще общался с некоторыми потом священниками, уже старшими священниками, молодые священники, которые, вот, к сожалению, вот вступали в такую интимную связь. Вот, ради прихода, ради карьеры, ради, там, мамоны, там, значит, там, и вот, значит, и по другим причинам. Хотя у нас ребята некоторые, ну, так вот, не знаю, там у нас двое ребят вообще, они уже заканчивали семинария, уже четвертый класс был в семинарии, они повесились вообще двое, оставили записку, вот, а там их просто чем-то опоили, что ли там, не знаю, ну, короче, что-то такое. Они там, и потом, значит, их в эту оргию, значит, знаете, как здесь в Лавре, допустим, в Киеве-Печерске тоже, ну, продают просто-напросто. Вот, и, значит, и вот это все, вот это гнездо, значит, понимаете, распутство, из-за чего, я так понимаю, из-за, ну, элементарных вещей, невозрождения. Вот, ну, нет, когда реального, вот этого, духовного перерождения человека, да, реальная встреча с Богом, а есть, вот, религиозная структура, есть система, мамона, вот, и все это как питательная среда, такая, знаете ли. И вот в семинарии, я, честно говоря, вот, одна из вещей, которой я до конца так не мог, вот, как бы, смириться с тем, что как же Дух Святой, Дух Божий, да, он, как бы, заложник нашей системы, даже если ему противно, и, ну, он обязан, вот, как бы, передаваться, вот так вот, понимаете ли, от епископа к епископу, из поколения в поколение, даже если они все там недостойные, неверующие, ну, вот, он обязан так вот, как бы, значит, делать таинство, совершать, знаете, получается, магизм какой-то, я сделаю то-то, и будет то-то и то-то, допустим, магизм какой-то. Вот, а уже в 96-м уже все, я уже, когда Библия вернулась в мою жизнь, я пересмотрел это учение, и уже все, я больше в это не играю, все. Я знаю, что дух дышит где хочет, что это личность, и не просто это где-то там в катехизисе прописано, а это реальность, это реальность. Вот, и вот по поводу Цезаря Папизма, еще, кстати, не, не Цезаря Папизма, а вот это вот, а в апостольской правоприемственности, помните, какую страшную работу производит вообще вот это учение, по сей час, вообще, и какую она производила работу вообще, вот тогда, когда учение-то появилось, вообще, для чего она появилась, как бы, помните, Юстиниан, зачем он ее... Отделили священие права всех остальных. Да, это тоже, но... И вот еще запомнить такую вещь, что христиане до 6-го столетия, до Юстиниана, были государственной церкви, да, и были негосударственные христиане, а ему захотелось, понимаете ли, сделать единообразную систему только лишь государственных христиан, то есть католических, православных христиан. Все, кто вне этой системы, они объявлялись не христианами вообще, то есть христианин, да, но не являющимся частью этой системы, государственного христианства, он объявлялся не христианином уже, все, он не имел права называться христианином, хотя он верил в Иисуса Христа, все, значит, но он не часть этой системы была, не часть этой машины была. И в подношении к ним уже эти люди подвергались репрессиям, как не христиане. Вот. И, то есть изначально это учение, оно возникло, по сути, для раскола в христианском братстве, да, в христианстве, Вот, и для вот этих споров, всевозможных споров, там, благодатный, неблагодатный, да, православный, инославный, вот, значит, это как бы каноничный, неканоничный, вот, правильный, неправильный, вот, и сейчас тоже самое, допустим, вот, как вот говорят, что это рукоположное неизвестно кем, неизвестно как, а у нас вот двухтысячелетняя история. Или, якобы, вот, от самих тех первых апостолов, идущих я. Вот такая система. Так что, касательно понимания церкви, вот, это лжеучение, оно такое, ну, опасное, очень опасное. Так, еще, вот, по поводу папа-социализма, да, вот, значит, вот я говорил, что эти слова можно переставить, да, есть цезарь-папизм, да, когда цезарь управляет церковью, а есть папа-социализм. Ну, вот, пример такой, римский католицизм, допустим, вот, особенно вот средних веков, вот, того мира древнего, значит, папа-социализм. Это, когда церковные властители, да, церковные иерархи берет власть в руки свои, ну, как, допустим, хунта. Например, военные, когда берут власть в свои руки, да, в государстве каком-то, вот, это называется хунта. Значит, а здесь, как бы, значит, такая религиозная хунта. Вот, значит, священнослужители берут власть в свои руки. Конечно, выглядит это, может, даже и привлекательно для многих, как бы, но очень опасная система на самом деле. Вообще, когда Кесарево, Богу Божье, вот, это правильная позиция все-таки, христовая позиция. Когда это, ну, не смешивается, когда не государство над церковью и не церковь над государством. Когда, действительно, у нас понимание такого есть, что, да, и сотрудничество, да, хорошо, да, как вот выражение симфонии власти. Ну, есть такое выражение, хорошее, красивое симфонии власти. Сперис, вот, сыгрались вместе. Вот, но, когда одно над другим, это уже такое, как извращение, такое религиозное, политическое. Вот, и Иисус говорил беречься за закваски такой, да, вот, фарисейской, саддукейской и иродовой. Вот, и фарисейская, если закваска, это, ну, откровенно религиозное заблуждение, будем так говорить, или лицемерие, да, лицемерие. То, значит, саддукейская закваска, это как раз цезарепопизм, будем так говорить, ну, так, предтеча цезарепопизма. Потому что, значит, это, получается, подчиненность религиозного, ну, тогдашнего иудаизма, допустим, да, подчиненность светским властям, подчиненность, и не только оккупационным властям, но и своим там правителям, подчиненность мамоне. Вот, как бы, значит, опасность. А иродова, то, откровенно, политическая вообще закваска. Вот, этих вещей, лицемерных, вот, Господь учил остерегаться. Так, то, что Хрис, глава церкви, кто у нас? Христос. Христос. Потому что цезарепопизм, по сути, ставит во главу императора. Помните, да, я приводил пример, самый такой, вот, как бы, из вопиющей, из свода законов Российской империи до 17-го года, который был, 100 лет назад был, пока отменен. Значит, там значилось, да, глава церкви, его императорское величество. Вот, и это, к сожалению, не только было в своде законов Российской империи, это было и во всех, там, документах того времени, вот, тех столетий синодального периода, так называемого, церковных документах, светских документах. Да, Христос, глава церкви, Он же Спаситель Тела. Кстати, вот, из Слова Божьего, вот, из Слова Божьего, по поводу того, что Христос глава церкви, Ефесянам 5.23, отметим, да, Ефесянам 5.23, и Колоссянам 1.18, тоже, что Он есть глава церкви, тело церкви. То есть, церковь сравнивается с телом, и это тело, тело Христа, и глава церкви, это сам Иисус Христос, Ефесянам 5.23, и Колоссянам 1.18. Глава, тело, церкви. Вот, и представьте, страшное заболевание, если, да, вот, тело не слушается головы. Вот, вот, надо, как говорится, дружить с головой. Это инвалид, да. Инвалид. Это инвалид, да. Духовный инвалид. И, вот, по сути, вот, церковь, не слушающаяся Христа, это действительно, вот, церковь инвалид. Исцеление у нас одно. Слушаться Христа. Слушаться Христу. Послушаться Христу. О, спасибо тебе, Господь. Значит, да, о библейске, вот, папа Цесаризм тот самый, допустим, да, почему он, вот, значит, как мы его опровергаем-то? Вот слова Иисуса Христа, запишите, кстати, тоже вот, вот, себе записал я. Значит, из, значит, Иоанна 18.36, что царство мое не от мира сего, да, царство мое не отсюда, он говорит. Значит, Иоанна 18.36, и Луки 20.25, Кесарево, вот это Кесарево, Божье, Богу, и Луки 20.25, да, на самом деле, потому что, действительно, когда смешиваются вот эти царства, да, то это, ну, гремучая смесь. Рождать инквизиция, кстати, из этого всегда, вот, это, ну, примеров более чем достаточно вообще. Вот, я был в музее, помню, инквизиция, там, жуткая вещь, когда тему это изучал, обычно, кстати, когда, обычно, когда говорят об инквизиции, обычно имеет в виду, ну, католическую церковь, да, хотя это проблема не только католической церкви, просто об этом принято говорить, как бы, а вот о нашей православной инквизиции не принято говорить, хотя исторически наша инквизиция православная была, во-первых, по времени больше, дольше, значит, больше столетий. Во-вторых, по количеству жертв в разы больше, даже, даже приблизительное сравнение инквизиции испанской, там, всей западноевропейской, ну, не считая Бородлакино-американскую, когда, времен Конкисты. Если брать чисто европейскую инквизицию, то, и сравнивая ее с православной церковной инквизицией в Византии, Российской империи, значит, кстати, даже Киевской Руси, ну, она была в зачаточном состоянии, и, слава Богу, она не имела такого, не имела здесь популярности. Она имела популярность здесь буквально вот сразу после крещения в России, ну, она, самое крещение проводилось инквизиторски, вот так вот, добровольно, принудительно, вот, значит, и какое-то время после того еще вот эти вот были такие потуги такие инквизиторские, но не приживалось здесь. Но инквизиция прижилась вот как раз вот в землях северных, очень сильно прижилась. Частично в Белоруссии, но очень малой степени. Вот на территории Украины и Белоруссии инквизиция, она не приживалась как вот, ну, как бы постоянно действующий орган, как бы, как постоянно действующие вот процессы. А вот в России, в России, территория России прижилась, и не просто прижилась, а имела вот свое развитие дальнейшее. Вот, и даже, хотя слово инквизиция у нас мало употреблялось, только при Петре Первом. Официально, ну, в документах церковных, только при Петре Первом, официально именно в каждой епархии были назначены протоинквизиторы и инквизиторские трибуналы, официально они назывались. Но, начиная с самого крещения Руси, именно с 988 года существовали вот эти вот процессы и убийства. Вот, та же самая Феодора, но не та вот Юстинианова, а другая еще Феодора, следующая там императрица Феодора, в 9 веке, которая жила, в 9 веке, только по самым скромным подсчетам, в течение одного года свыше 100 тысяч казней. По инквизиторским трибуналам свыше 100 тысяч казней. Для сравнения, я хочу, чтобы вам, ну, как бы, такие шокирующие сравнения. Значит, Испания за 500 лет 32 тысячи казней. Ну, там, с копейкой, там, почти 33 тысячи, получается, казней за 500 лет инквизиции. А здесь за один год, ну, даже чуть меньше, получается, да, один год, 842 и до 11 марта 1803 года официально, как бы, значит, свыше 100 тысяч казней по инквизиторским трибуналам. Это уже, да, это просто шла бойня народа, и вся вина была в том этих людей, вот, которого Феодора казнила. Папа Римский ее отметил, как лидера вообще, вот, именно, вот, христианского мира, вот, очень был восхищен ее методиками. То есть, она почистую просто искореняла все христиан, которые отказывались молиться, допустим, на Богородицах, святым, отказывались целовать иконы, кресты, мощи, там, значит, просто в каждом храме по империи византийской, восточной ставили иконы, кресты и присутствие государственных представителей власти и церковных служителей. Каждый житель империи был обязан на протяжении года прийти, зарегистрироваться, поклониться, поцеловать все это. Выдавалось ему удостоверение, что он был в этом поклонении. Если человек отказывался, то церковные служители должны были провести с ним парафилактическую работу, ну, на практике это было редко. Обычно сразу придавали следствиям властям, значит, в руки, значит, и те казни. То есть, ну, чисто инквизиторский сценарий, будем так говорить. Вот, значит, и чаще всего было сожжение. Реже, если имел человек заслуги какие-то перед государством, то утопление или утушение. Вот, значит, ну, чаще всего сожжение на костре было. Вот, свыше 100 тысяч казни в течение года. И Феодора до сих пор святая восточном православном. Католики хотя бы, они, ну, хотя бы, вот, немного здравомысленнее стали за последние вот эти столетия, за последние столетия. И вот всех своих инквизиторов, они там поувольняли со святых, короче, значит, деканонизация, короче, объявили. Деканонизация, что все это уже. Деканонизация. Да. А у нас по-прежнему висят, значит, такие святые, что порой, как говорится, хай бахмелые. Там святых уноси. Там такое, что, значит, Геннадий Новгородский этот один частот. Иосиф Волоколамский, значит, и вот та же самая Феодора. Кстати, Юстиниан с Кадорой, вот они вот, такая парочка, они что же святые? Ой, там, там такие святые, там, не знаю, но, добрые сотни тех, кого хоть прямо сейчас вычеркивай, значит, и не вспоминай. Вот, знаете ли, значит, но им до сих пор ставят свечки, молятся, праздники у них в календарях, там обозначены праздники. Нужна, короче, реформация, короче, молитв. По-человечески невозможно, но с Богом все возможно. Так. Можете, пожалуйста, посмотреть, значит, это филистейская фраза как понял, или да вы понял, а садуке есть когда политическая христианство? Когда, как говорили, христианство такое? Это цесарепапизм того времени, потому что последователи Садоха как раз именно, они как раз занимали ключевые посты религиозные за деньги. или же по, вот, как бы, ну, опять-таки, Мамона, по решению властей. Короче, там, ну, люди простые не знали, эта информация так не распространялась сильно, но, в принципе, ну как, ну, шило в мешке не утаишь. Все равно люди догадывались, что здесь не без римских властей все происходит. А сегодня мы это уже знаем доподлинно, что все было по указке сверху, императорами там все было, этими проконсулами всякими этими, то есть, и чаще всего решал вопрос просто, кого назначат там следующим первосвященником в храме Иерусалимском, или священником там при жертвоприношениях, там, значит, там, или каким-то там видным в иудаизме учителем назначат, сколько он, какую сумму он принесет. Принесешь больше, тебя назначат, меньше принесешь, ну, назначат тебя помощником каким-то там еще. То есть, все коррупция разъедала. И поэтому, и, пониматели, в иудаизме того времени, почему сам Садок, как бы, этому не учим, пониматели. Садукеи – это уже явление такое, знаете ли, они назывались последователями Садока, но, по сути, это именно откровенно цезаревопийская ересь, короче. Это то, что впоследствии, это как бы, вот, из чего выросло потом католицизм, баджесами, допустим, да, вот. Я просто скажу, что это реально цезаревопийская ересь, это не просто, когда бывают христиане, любят политику. Не-не, это, не-не-не, нет, 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 вот, если христиане любят политику, как вот это было, вот, еще лет 15 назад, это тоже ересь, конечно. Вот, значит, потому что всех скопы майда. Значит, всякому делу нужно призвание, ко всякому делу. Если Бог призвал тебя быть политиком, вот, конечно, ты должен быть политиком. Если Бог тебя призвал там, не знаю, быть кем-то еще, то есть, конечно, нужно делать работу и быть там, где Бог его видит вообще. В этом есть наше послушание Христу, собственно, вот. Не сами мы там выбираем там. Допустим, палец скажет, не, я не хочу, я уже там уже, 50 лет уже я палец в мизинец, я хочу быть носом, допустим, если умеешь так вырасти. А ну, скажет, не, 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 товарищи, оставайтесь на месте, вам это... Понимаете, значит, и, то есть, каждый должен из нас быть там, где, ну, Бог его видит его, да, изначально. Да и подсказка для человека, любого, даже неверующий человек замечает. Когда он на своем месте, он счастлив, он доволен, у него, ну, как бы, нет вот такого, не знаю, на любом месте трудности возникают, испытания какие-то, тяжести, но когда ты на своем месте, это легко преодолевается. Ты, как бы, ну, как бы, имеешь внутри, как бы, такое, стержень какой-то. А когда это не твое, то несчастье. Я вот в школе обратил внимание еще, в советской той. Значит, были учителя, но явно это не их дело вообще. Так они там с ума сходили, они орали там, они там, ну... А детям еще интересно, всегда, поджужучить, чтобы еще погромче попищали, пора. Пойдем, пойдем, чай попьем. А, да, хорошо, да, все. Потом продолжим, давайте. По 12-ю. Да. Ух ты, время. По 12-10, да? Да.